Всем привет! У меня начало влога, начало рабочего дня, хотя уже после обеда, но я так сегодня работаю. Сегодня будет у меня две девочки, два маникюрчика. Я уже включила свой сухожар. На улице солнечно, прям видно, да, как солнце светит. Все-таки приближение весны, точнее уже весна, это чувствуется по погоде. Прекрасная погода, у меня кошмар на голове какой-то непонятный. Ну сейчас все это утром будет, все отлично. Так что пока-пока-пока. Сегодня поснимаю, наверное, которую не сейчас была девочка, а вторая. Вторую клиентку я, наверное, поснимаю, но надеюсь, будет вам интересно и приятного просмотра. Отпустила я свою девочку одну, сейчас жду вторую. Представляете, делала ей сейчас маникюр, сейчас я переключу камеру. И у меня развалилось, прям по-другому не скажу, развалилось это гнездо. Но аппарату моему уже, наверное, лет пять, может быть, ближе к шести, пусть еще долго, я взяла пока подставку вот такую. Заказала на Валберес, нашла для оригинальных. Оригинальные вообще, как бы, стоят там под штуку с чем-то. Я заказала, есть белые, но синие что-то не очень хвалят, я чисто белые заказала, что они подходят именно под оригинальные стронги. Вот, должен прийти прям вот чуть ли не завтра. Так, что мы делали? Делала сейчас вот этот диднейл. Очень мне нравится в крапинку. Фокус не хочет. У них что, диднейл, ой, икснейл это, есть диднейл вообще с одного ведра, знаете, наливает, четверки красные, с одного прям ведра наливает. Вот, ой, хотела еще с вами, знаете, поговорить о чем. Вот у меня вот такая лампа терцел с икеей. Вот, я хочу купить, я уже маме сказала, она у меня шьет, любит шить, и она, вот у нее тоже такая терцелла, она говорит, блин, иногда света прям как будто вот не хватает. Я говорю, ты закажи, сейчас вот есть вкручивающаяся лампа, и такие, четыре у них, ну, поняли, хочу. Девочки, у кого есть такая лампа? Хотела все спросить. Хочу, мне всегда не хватает света. Думала, может купить себе, она там около тысячи стоит, вкрутить еще ярче. Еще ярче, еще лучше будет видео. Но единственное, что вот эти вот прямые, да, вот как есть у меня вот эта диодная, они плохи тем, что фотки, фотки совсем другие. Когда две круглые лампы стоят по бокам и фотографируешь, там, ну, все мы любим блики и все такое, да. Здесь, конечно, здесь совсем, все совсем по-другому. Ну, тоже неплохие фотографии, но по-другому. Вот, вот, вот. Так что вот так. Жду еще сейчас одного свою девочку, и пока стерилизуется инструмент. Работу сделали мы, наверное, за час сорок, потому что, может, и раньше. Слушайте, может, и раньше. А то с дочей там ей звонила, а то она ей звонила. Так что, ну, как бы я не парюсь сильно по этому поводу. Если я смотрю, если я успеваю с клиентом, все, то я вообще не парюсь. Ну, что делать? Бывает такое. Так что вот так. Ладно, девочки, я жду своего клиента. Может быть, я, кстати, на ней поснимаю. Придет как раз та клиентка, которая, она не выдержала, прошло две недели. Она не выдержала и записалась ко мне, где сказала вульгарно. Ну, сейчас, в общем, посмотрим. Не выдержала она, видимо, с золотыми вензелями. Я ее поснимаю. Вы посмотрите ее ручки. Так, сейчас получила, делала доставку. Уже говорила про эту фирму, где я беру P&B и такие шампуни. Вот, бедро мое попадает в кадр. Взяла такой шампунь увлажняющий. Я его беру, мы как гелем для души пользуемся, прям классно. Два вот таких, ну, один я взяла себе, один взяла сестре. Он идет с кератином, шампунь универсальный. В общем, это та же серия концепт, только, ну, какой-то вот у них рембрейдинг был. И какая-то линия очень-очень так хорошая. Я взяла два таких увлажняющих. И один взяла, какой я там взяла, с галуроновой кислотой шампунь. По-моему, он, а, тоже увлажняющий идет. Домой набрала шампунь. К нему дозаторы. Так, давайте-ка сейчас в сторону брала бедро. А то она в кадр, так, в кадр попадает. Такие дозаторы у меня есть, но они на большие. То есть, вот сюда, видите, они прям длинные. А это подкоротенькие. Так, у меня дома вот такая полностью серия шампунь и маска липидная. Считается очень классно, мне она очень нравится. Именно вот это вот. И сестра попросила тоже себе взять. У меня прям полностью шампунь, бальзам и маска. И мы, понятное дело, когда с дочей, мы ставим каждый день, я не мою голову разными. Ну, как точнее, разными шампунями. Понятно, что нифига непонятно, да, объяснила? Так, формы закончились у меня. Так, если хотите, сейчас по цене скажем. Получается, вот этот вот шампунь синий мне вышел 460 рублей. Вот эти по 490 литрушки. А маска 450. Девочка из Челябинска, я уже говорила, что я где беру, кто спрашивал, пишите мне ВКонтакте, и я дам вам ВКонтактный номер. Взяла вот такие салфетки. Это у них же все. Получается 30 на 30. Я взяла для своей вытяжки. 30 на 30. Тут, по-моему, 100 штук. А, да, 100 штук. По цене, девочки, радостно. Салфетки, вот, последняя строка, 186 рублей. Я взяла 2 штуки сразу. Ну, не знаю, может, домой заберу. Зачем они мне дома? Не знаю. Пригодятся. И взяла, так как заканчиваются маски, 99 рублей 50 штук. Хорошие плотные маски, не говяные. Знаете, бывают там очень тонкие. Ну, в общем, хорошие плотные маски медицинские. У них есть еще плотнее. Они чуть-чуть прям дороже. Это не стерильные. У них есть они чуть-чуть дороже, но я не стала брать там короткие. Думаю, какая у меня вообще разница? Вот. Так что, вот такую на голове я сейчас просто делаю. Во время работы мне привезли. Так что, вот такое я хапнула. Сейчас буду все раскладывать и ждать. Еще одного клиента. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Спасибо за субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас хочу показать вам способ один как можно без полигеля и формы достроить недостающие углы и боковые стенки То есть берем прозрачную пудру Берем где-то один к двум То есть одна часть пудры и две части геля В моем случае это как раз нужен гель тот, который мы будем укреплять, чтобы при опиле не снести И знаете, бывает вот когда прозрачным делаешь и он у нас получается, мы как в опиле потом сносим и у нас остаются просветы прозрачные Это очень хорошо видно, когда мы укрепляем каким-нибудь цветным гелем ярким Это хорошо видно, здесь это не будет видно, но все же хотела как раз вам показать такой способ Мы смешиваем, он становится такой густоватый, кстати, отлично вот показала Отлично держит углы, стенки боковые, ну прям носкость отличнейшая Нанесла здесь базу, все как положено И вот видите, здесь как раз не хватает боковой стенки куска И настраиваю, присушиваю потом фонариком Все это на весу, на какие формы, не надо подставлять Все это быстро делается и бывает такое, что нет подходящего по цвету у нас полигеля Прозрачный нам бывает не всегда нужен И вот таким вот нехитрым способом мы настраиваем Подсушиваем все это фонариком Потом полнополноценную сушку отправляем в руку клиента Здесь просто подсушили, чтобы у нас никуда не убежал этот материал Гель этот у меня очень жидкий То есть в достраивание углов он вообще не пойдет Но в укреплении мне он очень нравится, он очень крепкий И вот сейчас как раз будем этим же гелем укреплять Опил я не делала, опил я делаю в конце Ну, надеюсь, что вам пригодится такой способ Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok